Дамы и господа, я вас приветствую и сегодня я хотел бы немножко рассказать о смартфоне, который немного перевернул мое представление о бюджетных смартфонах. Это Xiaomi Redmi S2. Сегодня мы рассмотрим 5 причин, почему этот смартфон не стоит покупать, но я вас сразу предупреждаю, что это видео не единственное. У меня на канале также выходят, вместе с такими видео, выходят 5 причин, почему стоит купить этот смартфон. Обязательно посмотрите и то, и это видео, для того, чтобы составить более объективную картину и понять, нужен ли вам такой смартфон. Давайте рассмотрим поподробнее. Итак, первая причина, она касается людей, которые любят фотографировать, и я вас могу с уверенностью заверить, да, тавтология получается, но так оно и есть, что этот смартфон делает неимоверно крутые снимки. И фото, и видео он делает круто, но, чтобы увидеть это качество, вам необходим действительно качественный дисплей. Здесь же дисплей это не то, что слабая сторона, это момент, на котором компания Xiaomi решила сэкономить, именно поэтому он вас, скорее всего, привлекает по цене. Да, этот смартфон стоит недорого, да, у него есть море плюсов, море классных плюшек, но стоит отметить, что все это очень сильно контролируется ценой. То есть, чем дороже смартфон, тем больше у него плюшек, чем дешевле, тем более он ограничен. И здесь слабым таким местом является дисплей. Он классный для чтения, он классный для просмотра каких-то видео и многое-многое другое. Но этот дисплей не позволит вам просмотреть в оригинальном качестве то, что вы наснимали. Он будет вносить определенные искажения, потому что его разрешение это всего лишь HD+. В то время как снимки он позволяет делать в очень высоком разрешении до 4 раз лучше, чем может показать сам. К тому же это относится и к YouTube. Давайте зайдем на YouTube и вы сами увидите, что данный дисплей не позволит вам воспроизвести... Ну, давайте попробуем что-нибудь из моих видео. Все. Запустим, например, обзор на Xiaomi Redmi Note 5. И вот посмотрите, в видео в настройках вы сможете выбрать качество только 720-60 кадров в секунду. То есть 1080 Full HD 60 кадров вы выбрать не сможете только из-за того, что у вас дисплей все-таки не имеет нужное разрешение. YouTube, то есть компания Google, она не дает такое высокое разрешение на такие экраны. Все это для того, чтобы вы увидеть разницу на этом дисплее не сможете. Поэтому компания понимает, что вам нет смысла расходовать и трафик, и нагрузку на сервера делать излишнюю. Поэтому это все стоит учитывать, если вдруг вы любите смотреть ролики на YouTube. Дисплей большой, дисплей классный. Он как раз-таки и как бы заставляет вас смотреть больше контента, контента. Он заставляет вас играть в игрушки. И этот смартфон, он классно воспроизводит даже мощные какие-то видеоролики. Да, там Full HD 60 кадров, он потянет сам смартфон вообще без проблем. Но, к сожалению, вы не сможете увидеть все в оригинальном качестве. В игрушке, кстати, он тянет неплохо, потому что здесь достаточно мощный процессор. Но с таким экраном для него это вообще не проблема. Видео ускорителю на такой экран выдать нужное разрешение игрушки. Да еще и с качественной графикой, с качественными элементами. Прорисовка здесь действительно достойная. Следующий момент, который, возможно, вас отпугнет, это то, что здесь всего лишь один диапазон Wi-Fi. То есть 2,4 ГГц. Если вам нужна быстрая скорость Wi-Fi, то здесь 5 ГГц нет. Но при этом 4G здесь работает отлично. Смартфон продается сразу на глобальной версии прошивки. Он сразу является глобальным, поэтому вам не нужны никакие манипуляции. Этот смартфон сразу будет работать в вашем регионе вообще без проблем. Со всеми нужными бендами и многое-многое другое. Следующий минус, который лично меня напряг, это то, что у данного смартфона нет возможности съемки в 4К. Да, вы скажете, ты только что сказал о том, что экран не позволит просмотреть данный контент. Контент и, в общем-то, это так и есть. Но вы же делаете видео, например, вы блогер или вы любите просто снимать что-то. Вы же их делаете не только для данного смартфона, вы делаете для того, чтобы кто-то другой мог посмотреть. Вы могли посмотреть на компьютере и многое-многое другое. К тому же вы потом замените себе сам телефон, а ролики у вас останутся. И хотелось бы, чтобы здесь помимо Full HD, а режим видео здесь самый максимальный, это Full HD. Обратите, кстати, внимание, как интерфейс достаточно быстро отрабатывает. Так вот здесь максимально можно снимать Full HD. 4К здесь даже не пахнет. Кто-то скажет, слушай, ну что ты хотел за эти деньги. Но в любом случае, этот процессор поддерживает съемку 4К. Камеры здесь поддерживают 4К. И если поставить стороннее приложение, то все у вас будет красивенько сниматься в 4К. Но почему это не сделать во встроенной версии камеры? Почему это не сделать в оболочке MIUI? Я понятия не имею. Следующий момент, который меня немножко напряг, это то, что у данного смартфона до сих пор нет USB Type-C. Да, многие даже обзывают обзорщиков за то, что они до сих пор хотят USB Type-C. Ребят, ну все переходит на USB Type-C. Давайте потихоньку переводите смартфоны тоже, в частности, бюджетные категории. Все флагманы уже давным-давно на USB Type-C. Бюджетники потихоньку переходят. Но почему Xiaomi до сих пор клепает эти microUSB, я понять не могу. В любом случае, вот буквально год-два и все будет уже на USB Type-C. Ну может быть какие-то исключительные девайсы останутся на microUSB. Это мое личное мнение и я уверен, что в комментариях будут люди, которые меня поддержат. Но я также уверен, что в комментариях будут люди, которые будут меня там оскорблять, будут считать, что я не прав. И конечно вы и ваше мнение имеют право на жизнь, но все движется вперед, согласитесь. Поэтому почему бы уже сейчас данный смартфон не перевести на более прогрессивный формат. Тем более, что многие покупают такой смартфон с заделом на будущее. И в будущем очень многие устройства уже просто не будут снабжаться данным портом. Это уйдет в небытие. Это лично мое мнение. Поэтому зато спасибо компании, что она сюда впихнула две симки и отдельно карту памяти. То есть такой трехпозиционный слот, который позволяет действительно не съедать полезное пространство для симки и пользоваться полноценно двумя операторами. Еще карту памяти сюда воткнуть до 128 гигабайт вообще без проблем. А по характеристикам, по-моему, даже до 256 она тянет. Но в любом случае, 256 не тестировал, потому что у меня такой тупо нет. Ну и еще один момент, который меня напряг. Но напряг он меня, это пятая причина. Напряг он меня может быть временно, потому что на самом деле компания Xiaomi, она экспериментирует, часто что-то внедряет. И в общем-то потом это все меняется, куда-то уходит. Ну в общем сейчас я вам расскажу и вы поймете о чем я. Дело в том, что раньше, чтобы обновить смартфон, нужно было зайти в настройки, о телефоне, обновление системы. И вот здесь, когда появляется свежая версия прошивки, у вас здесь появляется загрузить. Показано, какая версия будет загружена, какие у нее обновления в этой версии и многое-многое другое. Сейчас у меня стоит 9.5.14.0, до этого стояла уже не помню какая. Сейчас, если вот прям очень вам интересно, я зайду в скриншот и посмотрите, какая версия у меня была. Версия тоже 8.1, 9.5.9.0. Очень хорошая прошивка, все работало прекрасно, но я увидел, что есть обновление, я его захотел скачать. И вы знаете, сколько я его скачивал? Двое суток, потому что двигатель и смартфон почему-то не мог корректно соединиться с китайскими серверами. А скачивает она именно с китайских серверов, эту прошивку. Поэтому, я не знаю, проблема в чем, в MIUI, либо может быть сервера не дают быструю скорость для загрузки. Может быть это вообще повсеместно на всех устройствах. Но на данный момент такая тонкость, что прошивку скачивал я очень долго. Да, она также удобно обновляется по воздуху, вам не нужно за это платить и многое-многое другое. Спасибо, что так быстро выпустили какое-то обновление, пофиксили какие-то мелкие баги и фризы. Но почему это так долго скачивается, это остается для меня загадкой. Поэтому, ребят, если вам вот эти 5 причин показались серьезными, если вы не хотите ждать, пока они пофиксятся, а многие из них могут быть исправлены вот уже в ближайшее время, то понятное дело, что вам не стоит брать этот смартфон, задумайтесь о покупке, например, Xiaomi Redmi Note 5. Это мой основной смартфон, я им пользуюсь просто в удовольствие, отличный аппарат. Если вдруг вам неинтересен этот смартфон, вы хотите что-то подешевле, вы хотите, ну в общем, вот эти тонкости вас устраивают, да, вот эти минусы, да, которые я как бы назвал, которые для меня, допустим, минусы, то можно смело брать этот смартфон и посмотрите 5 причин, почему стоит это сделать, потому что смартфон очень интересный. Я считаю, что этот смартфон Xiaomi, несмотря на то, что он довольно скучный и каких-то супер нововведений в нем нет, он показался для меня очень интересным в плане соотношения цены и качества. Раньше такого смартфона вы не нашли бы. Если вы покупаете дешевый смартфон, там 100% была ужасная камера, там 100% была не очень хорошая автономность. Здесь же все по красоте, да еще и мощный процессор, который позволяет играть в игрушки на максимальной качестве графики, при том, что здесь разрешение экрана невысокое. Это как бы спасает ситуацию. То есть, если вам не нужно Full HD, то смело можно брать смартфон. Очень им доволен, и я думаю, что в ближайшее время по нему еще сниму какие-то видосы. Если вам интересно узнать что-то про этот смартфон, задавайте вопросы в комментариях. Я на основании ваших комментариев постараюсь записать подробный обзор обо всех плюсах, обо всех минусах, о моем опыте использования спустя там 2 месяца практически. Ну, все расскажу, все по чесноку, все как обычно. Ну, я стараюсь сделать максимально объективно. Всем добра, всем любви. Увидимся в следующих видео. Если видео понравилось, не забудьте его поддержать. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, заходите в Инстаграм. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok